ой как же быть то чтоб не материться так ну тополя то ладно так значит получается как дело в том что как бы сказать то почему я не хочу вообще комментировать этот самый вот лишний раз говорить о том что меня как когда-то молодого кинули как этого самого как дурачка вот тут и правильно этот самый вот тут бы этот павел который мне попала и как там про тупо скал тут он был бы прав поэтому я этот вот это вот я пропускаю волчки на привык убрать не стоит но можно брать новые ветки выращенного скачивать в году я не грушев надо брать на следующий год они более похожи на нормальные они же вот не спорю или хороший совет будем таки враг хороший враг нет хороший враг лучшего идеальный вариант еще раз говорю почка если выросла из клетки хотите берите хотите нет вот я тоже замечал на следующий год они становятся почти нормальными но я уточнял конкретно же говорю просто последнего года одни из почек берите из этих клеток выросшие вы видели разницу как они легко отличаются потому что за трехлеткой трехлетка двухлетка однолетка а здесь трехлетки и однолетка тут и не надо быть этим как говорится спинозы было такое когда-то выражение чтобы понять что надо брать из почки а это на худой конец так я же все это делаю все это мысль для когда учебника не нельзя говорить я допускают это так подскажите если после привык к основанию яблони подвой дал мощный побег выше двух метров но и привой же вы раздета на 20 метров можно ожидать такую санта ну и вы чё ж не уничтожили то подвой но тут особый случай мы не договорили подвой нужно уничтожать во время и особо по железу но мы как раз вот на этом и остановились я не буду возвращаться время видели сколько мы с вами четвертый час беседы вот поэтому пока ответ такой вы опоздали можете его привить в этот двухметровый и он может быть лучше привется уже то что привой к 20 метров он уже подействовал на подвой то есть он уже там свою работу провел и теперь это двухметровый дичок вы можете взять привить культурный и получить результат то есть не надо никого ничего не стяжать лучше привить так у груши яблони разные сроки с инсурификации да заложила ваш всем на груш старую груши с речкой свои семена ранетки кирк у яблони корешки по 3-4 сантиметра груши еще не поросли стоит ли мне волноваться вишня сибирская штаба вишня с генами сирешни пока спят так значит вишни должны спать два два с половиной месяца спят так теперь груши не поросли это нормально а у яблони корешки прошли если вы заглядете в холодильник вы увидите что у меня до сих пор яблони сухие объясняю почему значит вот так идти уже время сэкономить у меня в холодильнике лежат яблони которые дозревали зимние которые до сих пор дозревают а я сделал фотографии это быстренько а то дворец то есть там живой нет фото 21 смотрите хорошо научил меня сафронов работать вот сейчас показываю вот они смотрите эти фотографии были сделаны мной три дня назад видите они у меня до сих пор не то что в сухом виде не хранятся они даже не выковырены вот одна фотография и вот вторая видите а почему они проходят сертификацию в естественном виде плодах в холодильнике вот мой ответ здорово вот поэтому я их на днях выковырю им остается они часть спрашивания в сухом виде уже лежать не будут выковырю песок и через месяц они взойдут вот это мой опыт железово павел давайте свой опыт давайте свой сад давайте хотя бы тот питомник я вас умоляю чтобы нам вот такого не подсовывали видите это тихий ужас так где я был вот тут был и так идем дальше и так 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 ну в принципе я скажу то что корешки уже это нормально то есть вы рано заслужили вера на сертификацию вот это вот яблоню ранетку кирш я по-настоящему знаком вот а своих я учу я высылаю уже такой сухой сухой если уже от сырое значит вот-вот зайдут идем дальше так что там дальше на ю тубе смотрят мало смотрят очень мало сейчас только видео свежих просмотров море грустно да все они я не встретил ни одного вот она пишет сколько много до море ни одного где бы пожалели деревья это дикое невероятное злобное это как называется слово то есть такое слово память подводит это когда геноцид сейчас идет геноцид страшный а остановить его некому а нас с вами вот 46 плюс еще это плюс еще 500 посмотрит течение недели все потом просмотрит прекращается а вы говорите больше смотри больше но мало как вылезти с этого паруси округа ведь они же количество ну посмотрите у поливкины как уничтожить деревья полтора миллиона просмотров а еще три года как она начала учить уничтожать деревья вы думаете она уже не знаю что натворила но она зарабатывает на этом деньги если бы она написала не трожите деревья это было бы как заработаешь не было просмотров смотреть то нечего так а лучше так дальше очень мало пора средствола может быть конечно нужно обязательно привет так привет олег олег добрый вечер использую нож для привыкки тина привычный секатор не признаю вижу нормальные люди вот кстати вы спрашивали какие ножи если олег олег советует тина и все равно требуете что было двусторонний заточка могут и двусторонний писать после того что случилось ничему не верю пишет привычный нож а двусторонний заточка причем туда да преседу ну и черным по белому привычный акулировать и ладно вот там не надо такой вот этот тот четкости так сколько варягу жить благодарю за такую подстраховку дошкольного сада а вы думаете я не переживаю сиротка единственный этот самый школах в россии где будут учить это даже как у нас единственный три девушки и вы четвертая которая действительно умеет садить прививать ну то есть чисто мои ученицы это на всю страну еще школа появилась конечно мы не дадим опозориться я сейчас для кого страху это все для вас нуждайте в точек зайдут вчера откапывал от снега первогодки борьбе с гражданами используют бутылки с протравленным зерном как я подвязки ждёк то кусочки войлока не знаю что подействует следом еще и много насаженцы целых да кто то подействовал так манана добрый вечер говорят что яблони привиты на грушу или грушу долго не живут я знаю что об этом говорилось у вас не мешает еще поговорить конечно мне вопрос такой чисто ради интереса если делать ставку грушу на яблоню или наоборот повлияет ли она на вкус плодов отставки и длительной жизни прививки ой господи с кем я связался я уваляюсь манана вы уже больше мне это ваши вопросы это это же и ответы понимаете любой ваш вопрос это ответ вы все знаете повлияет на вкус плодов отставки длительной жизни прививки ведь привиты на яблони черного груши питается соком яблони на него потом привет яблони почку больше интересует влияние на вкусовые качества значит давайте так я и я экстремист я противник ставок в принципе это хорошо когда это звучало как изобретение патент пожатие рук и может быть даже какие-то деньги может быть то есть я советую вам никогда ни за что не делать эти вставки ставки делаются так вот так потом вот так или вот так каждую надо разобрать и что при этом случается значит если просто вы приваете яблоню на грушу грушу на яблоню вот это только от отчаяния еще расскажу вы не мечурят вам не нужно получить этот самый груша яблоневый гибрид причем настоящий который передаст потомство то есть не просто какая-то как по железу вегазитивные гибриды не повторяются а у вас повторится так вот и получится ни яблоня ни груша или непонятно что и вот получится следующий короткий век я вам обещаю есть волшебники вроде бы вроде алексея макарова да у него уже на самом деле есть у меня было но у меня видите у меня это вспоминать вот сейчас надо идти глотать во ледо но не было у меня грушевых подвоек а в нем на острове рос сад я прямо на культурной прививке сибирки ранетки прививка культурных самых лучших сортов типа жигулевского только одни 500 жигулев сколько было апортов 500 было я тогда третьим этажом привал груши и вы знаете приживались и первый урожай боже мой я как вспомнил это видимо какой-то степени даже повлияло потому что за 200 метров как лампочки ярко розовые груши горели а потом сад сожгли когда я должен усердки взять и это был а я же не один не два а сотню две вот чем я почему я беру количество а значит у меня есть основание делать выводы понимаете там допустим павел несколько привык сделать говорит живы вот и сделай а потом вырасти доведи и до 20 10 20 лет а потом учи других свой этот вебинар все и скажешь это представляет какое чудо это инженерное совершенство этих привычных кликаторов вот там да но через лет ну хотя бы 15 там будете утверждать а то что прижилось приживается люди ноги ломают они сразу расстраиваются а как помните с помощью костной ткани особое состояние и у дерева и у человека костная ткань и там и там сломайте ветку уже не человека а ветку обратно и сделайте замотайте растет вот но шов уже останется навсегда и морозостойкость уже в этом месте снизится и вот и насчет этот побег через год два-три подыхать почему мороз не перекрывает путь этим самым соку не перекрывает там где целая нетронутая кора атака кора нарушена как ты хочешь элементарная вещь я бы это все говорил даже не имея сада вот а тут приходится спорить это доказывать свое и вот получается так значит не советую ради интереса да но вставка да еще когда внутри видовая там получается так а вставим ставку сибирку и добавим морозостойкости да то есть идет культурная потом вставка и снова высшая вставки сибирки опять культурная и ура о чудо якобы морозостойкость не вот эти два шва они по качеству наоборот снизит морозостойкость чем вот эта вставка которая должна работать понимаете а там еще варианты наоборот по двое морозостойки там сибирка потом идет культурная а сверху еще сибирку это все для меня извращение они имеют такой интерес по принципу а если вот так вот делали и сделали этот самый как он называется ура патент заработали а я сделаю вот так и я тоже патент заработал практического значения не имеет яблони на яблони груша на грушу вот каждый шов хирургический это потеря морозостойкости так павел по передачу если вы обладаете посадок поделитесь материалом для привык ага сейчас побежал а то есть вы хотите чтобы он имея а он же не писал что он имеет уникальный материал или писал уникальные посадки буду рада если вы обознаете свое находение в кемере ой или вы извините есть такие слова почти мать или вы это с подъебкой ну здесь уже ладно взрослые люди если уже вкус спермы на федеральном канале обсуждают то слово подъемка здесь тогда уж точно по делу так вот павел теперь вы попались куда вы денетесь она живет кемерово она не простой человек благодаря нашему вебинару на нашем этим она теперь знаменитость вот она дойдет до конца она вырастет школьный сад и это самое с детьми или по крайней мере заложат сад уже хотя бы на это хватило бы сил нервов здоровья еще непонятно как пойдет там эти преподаватели как дети еще которым уже давно все по барабану вот и вдруг вы и тоже у кемерово как хорошо что вы сказали что у кемерово давайте дружите вот помогите ей определиться с этими самыми вот с секаторами она завтра напишет вы правда тупой как павел написал все таки мы с павлом были в этом питомнике он показал эти самые свои прививки ну пусть свои может уже не узнать ну прививки которые сделали питомника воды кемеровская конкретная а потом мы посмотрели я наделал кучу фотографий вот как они делают как прекрасно работает привычный секатор значит мы вышли в сад мы увидели взрослые деревья сделанные секатором вот еще ну и так далее и так далее вот и окажется что что вы все на павла накинули кстати я не накидался а Антонина надеюсь вполне серьезно сказал павел сейчас вам ответит может даже здесь быстренько сообщит или как отдельно ну через меня он мне электронный адрес если тут не хочет светиться его телефон его сообщит а я Антонине передам вот так и подружите так Вера у меня тоже эти яблочки в холодильнике хранились до статификации а вот поэтому они взошли значит такая зараза вот где проблем нет это яблоки прорастить семечек а я сейчас эти прорастки в землю в холодильник да ошибка еще раз хорошо что вы спросили дело в том что обязательно надо сохранить нет не сохранить а как ну то есть сохранить в пирожанном виде вот зашли уж как есть так есть это самое руками развели в горшочке посадили и в холодильник в холодильник чтоб дальше не росли не дай бог на подоконнике так манана как сориенство можно использовать я пробовал 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 знаете его еще и вроде и наточишь вот можно но я когда то простым перечином двусторонней заточкой сделал первых десять вперед все десять пошли но я не хочу вас этого учить односторонняя заточка это класс ну что ребята все господи тут женщин не меньше мужиков вот ну да третий день наверное или деньги кончились вот или раньше сели ну в общем я доволен я даже был уверен что сегодня будет десять человек и все десять мужиков и все страдают ладно не буду а то вдруг я плохо мужика думаю так норильский пенсионер вы мой земляк вот понятно что норильский пенсионер это не значит что вы живете сейчас в норильске вот но мне так приятно все таки земляк мне так приятно нас так мало вот я когда даже с Украины напишут или позвонят для меня праздник с норильской праздник вот ну что друзья все закончилось довольно интересный получился я спасибо молодец вот трена должна знать свой герой и про тот питомник и про ваш этот самый про который вы хвалите привычный нож привычный секатор да сращиваются ну дрянь вот и я если найду я потом получим мне надо найти это там настолько красноречиво настолько дебильной прививки которые назвали победителем я представил какие они это вот все замолка ребята до свидания женщины значит я вас все раз поздравляю идут последние часы или уже заканчивается праздник и начинается обычная жизнь и как мало иметь один день в году когда мы это самое искренне вам говорим поздравляем поздравляем вы наша слабость вы наша любовь вы нам подарили жизнь вот вы нам подарили жизнь мы только за это должны вас благотворить потому что ни один мужик не согласится стать женщиной и лечь в этот самый в роддом вот и мы не должны это забывать повезло нам и мы должны любить тех кому не совсем повезло скажем так грустно до свидания милые женщины до свидания мужественные мужики вот до свидания извините за такой какой-то странный немножко вебинар все подключаю трансляцию жаль заставаться но пора Антон Валерьевич пришлите пожалуйста ссылку вот и она попадет на ютуб она будет разрезана на части это этот именно разрезан на части и мой брат и помощник по темам разнесет и получится может 10 может 15 тем и это вы увидите в ютубе а вас прошу рассылайте их дальше значит никогда нам не победить вот это вот самое тысячи сайтов тысячи про обрезки никогда я и так уже в отчаянии каждый раз вижу давление скачет что вы творите не знать что это бог создал деревья совершенными до свидания